Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. Меня зовут Анастасия Бойко. В начале выпуска традиционный обзор дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Новосибирске и Новосибирской области за сутки. К несчастью, есть погибшие. Автомобилист погиб в ДТП в селе Северное. Мужчина за рулем Тойоты пытался объехать корову, которая вышла на проезжую часть. Во время маневра потерял контроль над управлением. Иномарка сбила животное, после этого проехала еще несколько сотен метров и оказалась в кювете. К сожалению, водитель скончался до приезда медиков. Спасти корову также не удалось. Очевидцы этой аварии рассказали. Автолюбитель на Камре направлялся в сторону Молодежной. Внезапно начал что-то объезжать и не справился с управлением. Легковушка на большой скорости заехала на тротуар, врезалась в дерево, а затем сбила пешехода. Под колесами авто погиб неизвестный мужчина. Прибывшие на место ДТП инспекторы установили. Инициатор аварии страдает паническими атаками. Про себя была справка. Потерял контроль над управлением и мотоциклист на Сузуке. Он следовал по Петухово, не удержал равновесия. Транспорт опрокинулся. Байкера доставили в больницу с переломами ребер и разрывами внутренних органов. Аналогичная ситуация произошла на автодороге К-10. Мужчина на мопеде не смог удержать равновесие и упал. Пострадавший сломал четыре ребра и ключицу. В ГИБДД добавили. Инициатор ДТП был пьян и во время поездки превышал скорость. По неизвестной пока причине водитель Лады выкрутил руль влево. Легковушка врезалась в отбойник. Автомобилист ушип лицо, а его пассажирка сломала локоть. Автолюбитель получил серьезные травмы в аварии в Ленинском районе мегаполиса. Он ехал за рулем из Сузу. Внезапно у грузовичка отсоединилась кабина. Водитель перестал контролировать ситуацию. Транспорт наехал на ЖД пути. Мужчину доставили в неэто с переломами ребер, позвоночника и многочисленными ушибами. Жители балластного карьера пожаловались депутатам на водителей. Они объезжают пробку по частному сектору, даже несмотря на установленные запрещающие знаки. Еще одна проблема – пыль, которую поднимают машины. Люди не открывают окна, задыхаются. Детей не пускают гулять – опасно. На улицах Торфиная, Девногорская и Клубная слишком большой трафик. Порядка 20 автомобилей в час. Причем не только легковых, а грузовики еще больше разбивают дорогу. Люди пояснили. Автомобилисты заезжают в частный сектор карьеры лишь потому, что участок улицы 2-я станционная – это практически выезд из Новосибирска – находится в аварийном состоянии. Приходится притормаживать, объезжать ямы, либо выбирать другой путь, чтобы не стоять в пробке. Что и делают владельцы транспорта. Едут по второстепенным улицам частного сектора. Жители балластного карьера просят инспектора в ДПС устроить там очередную проверку. Напомню, в прошлом году люди проводили многочисленные акции протеста, перекрывали дорогу и запускали в сектор только местных жителей. Программа по дорожной безопасности скорректирована. Правительство Новосибирской области увеличило финансирование в три раза. На новую разметку, обучение водителей, снижение аварийности будут тратить 1 миллиард 300 миллионов рублей в год. Эти средства также предназначаются на социальную рекламу, обустройство тротуаров и установку освещения на тех участках, где постановил суд и предписание прокуратуры. Из областного бюджета дополнительно выделили почти 820 миллионов рублей, а из местного больше 232. Другим новостям. Ярославского таксиста наградили за спасение прохожего от медведя. Предположительно, бешеный хищник набросился на пешехода практически в центре города. Момент ЧП попал в объективы уличной камеры. Косолапый выбежал из леса и направился прямиком на автомобильную парковку. Заметив зверя, пешеход остановился и замер. Но в этот момент Топтыга сменил траекторию движения и бросился на человека. Повезло, что рядом оказался таксист. Мужчина начал сигналить, моргать парами и медведь испугался. Раненого мужчину доставили до ближайшей больницы. У пострадавшего рваные раны на бедре. Госпитализация не потребовалась. Будет лечиться дома. Позже стало известно. Мишка вернулся в лес. Днем его удалось найти и застрелить. Компания, в которой работает водитель КЭБа, выплатила таксисту денежную премию. И временно не будет брать комиссионные за пользование агрегаторной системой. В завершении выпуска рубрика «Две беды» – это кадры столкновений, которые выкладывают в сеть пользователи интернета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом у меня пока все. Присылайте свои истории, вопросы и видеозаписи на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...